всем привет дорогие друзья в этом видео уроке по просьбе подписчика сделаем текстуру дерева по нодовой системе blender по редактору шейдера давайте я удалю сферу и сфера не применю модификатор сразу subdivision surface уровень 2 сразу при меню сглаживания давайте настрою render настрою все что необходимо нам чтобы работать именно с материалом давайте сейчас я разделю здесь окна здесь у меня будет сразу рендер в левом окне выставим необходимый рендер cycles выставим gpu выставим положение камеры shift и и приближаю здесь у нас будет редактор шейдера шейдера где-то сразу применим новый материал давайте сейчас перейдем в материал новый материал позову вот непосредственно давайте проверим мод франклер подключен у нас или нет preference вкладка нод нод франклер включен если к галочка не стоит поставьте у себя галочку так и следующим шагом мы с вами сейчас будем применять наши моды давайте мы нам необходимо нам необходимо настроить рендер еще я забыл так давайте впереду во вкладку world control shift т извиняюсь выделяю ноду background control т появляются сразу вот такие вот моды и здесь во вкладке open у меня здесь на рабочем столе есть уже и жирой карты предыдущих уроках я показывал как где находится непосредственно блендера стандартные жирой карты посмотрите про металл посмотрите про камень там я подключаю стандартные моды стандартные жирой карты блендера здесь же я сейчас открыл через рабочий стол так давайте вернемся к нашему объекту и здесь сейчас нам первым делом control т нам понадобится давайте удалю лишнее я просто две ноды выделил сразу не надо было просто в принципе у бездев выделить control т нажимаю и вот эту вот ноду и мышь тексту она нам изначально не нужная и удаляю оставляю вот текста координат и маппинг давайте сейчас мне понадобятся паттерны это получается noise давайте сразу же ну давайте начну с миксов потому что мне надо будет миксовать их так просто shift а нажму и напишу микс микс rgb вот мой микс rgb я его сразу подключу к вектору в ноду color 1 и здесь но есть текстура давайте но из вот сразу наш noise и сразу же следующей текстурой у нас будет mass grave давайте здесь пишу mass grave текстура вот я их подключил давайте я нажму control shift и кликну на ноду mass grave сразу видим что у нас получается у нас видим что текстура поменялась давайте это вот я закрою чтоб нас не отвлекала и здесь сейчас отрегулируем эти наши моды давайте начнем с noise а выставим scale на 7 детализацию выставим на 11 равность выставим на 0.5 0.5 и детализацию 1.12 видим что у нас что-то получается что-то изменяется еще будем редактировать так здесь фактор мы подключим с киеву сразу же и детализацию сделаем на 16 этот параметр у нас будет в нулях здесь двоечка так и остается что нам надо будет следующее сделать следующее нам нужно будет фактор смешивания поставить на 0.12 чтобы у нас получилось вот такая вот текстура и нам нужно будет вот эту вот нашу текстурку она у нас отображается немножко сказать сечком потому что она ориентирована на юви развертку а нам нужен объектный режим вот переключились на объектный режим получили следующее так давайте я control shift вот так вот и сразу переподключил бы искала чтобы мы видели что у нас здесь получается следующим шагом мы ребята с вами играемся со скилом самой текстуры через mapping нам необходимо ее растянуть давайте я покажу как это сделать это будет по оси x 1 1.08 здесь будет на 015 и ось z 015 получили ребята вот такую вот текстуру интересную а сейчас так вот сделаем брендер у нас сайку слепу все правильно что-то как-то отображается странно ну ладно давайте я обрежу переподключу все равно при рендере почему-то волокна у меня бледнеют так давайте сюда ребята я переподключу микс скопирую шилдэ сейчас мы замиксуем наши эти две ноги фактор пойдет в колор 2 на масс грейф пойдет колор один здесь фактор мат и отрегулируем чтобы он был интереснее оставим его где-то на 082 примерно 82 на на из-за записи так у меня косячиться рендер так вот ребят мы получили вот такую вот структуру дерево которая очень похожа на настоящую с помощью математических вычислений вот этих двух нот и смешивание их между ними именно с такими параметрами мы получили интересную структуру дерева дальше по этой черной белой карте мы сейчас будем добавлять цвет через колорам давайте сразу добавлю колорам колорам и что касается колорам по здесь нам понадобится еще два цветовых якоря которые будут нам обеспечивать более плавный переход с темного оттенка на светлый чтобы оттенку чтобы переход был не такой резкий более мягкий здесь я с английского учебника остырил именно координаты цветов какие можно будет потом поиграться давайте я выставлю которая нашел а вы потом в процессе повторение этого урока сами уже поэкспериментируйте давайте вот этот ключик я пододвинул на положение 0 185 0 185 так а этот ключик я смещу на 0 на 0 65 0 0 565 нет нет отключка вот так вот и теперь заданным цвет я цветовые координаты напишу в описании чтобы потом вернулись и посмотрели их так давайте здесь переключим на шести значное значение и впишу я здесь следующие цифры 3 3 1 и 10 и 10 получаем вот такой вот темно-коричневый следующий ключ у нас будет 3 2 1 и 3 2 1 и 12 он аналогичный но чуточку светлее следующий ключ у нас будет давайте 7 7 7 562 562 562 е получилось еще более светлая текстура и давайте здесь также впишем с с 49 165 165 вот ребят получили вот такую вот структуру дерева благодаря вот этим ключам и правильному расположению можно конечно поиграться поредактировать получать более интересные результаты разнообразить свой материал но вы просто поэкспериментируйте потом уже сами я оставлю вот эти значения и оставлю их в описании так мы сделали шаблон нашего основного цвета дальше ребят я хочу сделать какие-нибудь искусственные неровности какие-нибудь небольшие царапины небольшие впадинки давайте мне понадобится наша давайте скопируем вот эту вот связку shift d поставлю ее вот сюда вот и мне понадобится mass grave я его тоже скопирую через shift и здесь подцеплю вектор давайте control shift сразу посмотрим что он нам вообще дает вот я покажу теперь вижу отображение вы здесь я побалуюсь с его с его настройками давайте вот такое пятно сделать здесь также мне понадобится colorant я его тоже скопирую shift вставлю сюда я его обновлю на клавишу backspace я его обнуляю здесь мы можем поменять параметры это делается это можно сделать ручками то есть поменять просто цвета чтоб инвертировать маску нашу а здесь могу взять flip color будет то же самое ну чтоб вы знали что оба варианты имеют место быть ноду маппинг мы тоже так же обнулим на батлпейс и получим вот такие вот небольшие пятна это у нас полностью процедурные пятна здесь можно поиграться с их скейлом где то давайте я оставлю на 4 и 4 здесь у нас все в норме и вот этот вот темный оттенок я сделаю посветлее чтобы эти пятна были бледнее и не бросались вот так вот в глаза мы соединили так сейчас мы соединим нодой mix давайте я ее скопирую shift D и поставлю вот сюда вот выберу здесь эффект смешивания multiply это будет у нас умножение и здесь смешаю ее с цветом так видите у нас появились такие темные пятна но их плохо видно мы можем сейчас уже на данном этапе сделать их темнее сделаю вот где то вот так вот примерно чтобы они были у нас чуть-чуть размазанные как потертости извиняюсь мы можем их по скейлу растянуть чуть-чуть но это опять же ребята на ваш вкус и цвет давайте вот так вот сделаю не буду это делать control Z я оставлю вот на таком значении давайте здесь единичку верну и у меня будут вот такие вот пятнышки сделаю чуть-чуть светлее чтоб они как бы были мы потом с помощью этой карты еще сделаем нормаль то есть она будет вот эти именно именно эти пятна они будут участвовать в неровности поверхности так дальше ребят что нам нужно сделать давайте я снова извиняюсь скопирую shift D теперь уже всю эту связку полностью ctrl shift на color ramp здесь я обнулю color ramp клавишей backspace и здесь мне нужно будет растянуть давайте обнулю маппинг чтоб не путаться сделаю вот такую вот структуру растяну ее прям да пусть будет 100 нормально сейчас мы color ramp подрегулируем сделаем тоже flip color ramp то есть инвертировали снова эту маску и здесь можно и ее подрегулировать вот эти вот эти волокна структуры нашего дерева сделаем поярче и смешаем с нашей неровностью давайте снова мультиплай shift D и теперь смешаем вот это все дело давайте я пока color ramp отрежу чтоб посмотреть что у нас получилось отрезаю я зажимаю control и правой кнопкой ножом отрезаю у нас появилась вот такая вот текстура то есть у нас получились горизонтальные волокна и немножечко пятна грязи фактором смешивания мы все это можем регулировать видите пятна исчезают пятна появляются то же самое здесь ну здесь можно ребята экспериментировать бесконечно давайте я сделаю вот так вот даже вот так вот мне будет больше нравится а потом смешиванием подрегулируем если что если что-то пойдет не так мы всегда можем вернуться в наши настройки и просто color ramp вернуть прежнее значение пятна я сделал чуть-чуть поярче вот это ребята вот эта связка у нас отвечает за вот эти вот неровности мы сейчас ее добавим в normal давайте я здесь вытащу bump и вот эту связь протяну на high если я нажму сейчас control shift и левую кнопку мыши то мы увидим что эти неровности у нас теперь отвечают за нормаль нормаль тут конечно очень высоко выставлено мы сейчас ее сделаем на 0.2 все равно много 0.12 где-то вот так вот меня устраивает то есть мы видим неровности и мы видим потертости то есть структуру горизонтальную до полосатую такую и пятнышки то есть наша все все вот эта карта учитывает нашу нормаль ну как то так мы сделали из двух шумов два разных дефекта на материале это пятна и это волокнистная структура так дальше ребята нам надо соединить наш цвет с вот этой карты неровностей давайте снова мультиплай shift D сам мультиплай пойдет еще вот сюда в color 1 и цвет пойдет в color 2 сейчас подключим это все вот сюда вот так тут у меня сейчас разберемся что у меня получилось мальчика неразбериха так это удали так фактор смешивания у нас на единицу и мы видим что здесь у нас мы смешали наш color ramp с нашей карты дефектов можно так ее назвать с основным цветом и подцепили ее в принципе в бездев давайте чтобы это все как то цивильно выглядело сделаем вот так вот назад вот так вот сделаем и вот так вот сделаем теперь видно что у нас здесь карта цвета соединяется с color ramp color ramp смешивается в свою очередь с карта дефектов давайте дефекты у меня мне кажется чересчур сейчас я их подредактирую маленечко как и сказал что они чересчур темные у меня получились сделаем посветлее чтоб они не бросались в глаза так вот критично также можем ребят поиграться здесь с фактором относительно нашего цвета можем поиграться здесь с фактором смешивания получать абсолютно интересные новые цвета все это дело у нас редактируется все это процедурное все настраивается так что мне кажется это очень классный генератор древесины на котором можно уменьшать увеличивать дефекты и сейчас мы чуть-чуть спекуляр подубавим потому что мне кажется что материал чересчур близкучий я сейчас добавлю наш добавлю пластину rx 90 чуть-чуть его так вот подскелю и назначу тот же материал на нее и установлю камеру и попробуем трендерить f12 вот такая ребята древесина у меня получилась с царапинами мы видим четко что здесь есть царапины чуть-чуть заметны пятнышки налет может быть это пыль и сейчас я сразу для превью сохраню финальный рендер нет я потом попозже сохраню когда запись закончу потому что рендер идет очень долго у меня все-таки 4000 сэмплов чем выше сэмпл кстати тем выше качество хотя уже от рендерилась наполовину в принципе ребят все рендер завершен картинку я сохраняю чтобы потом показать ее вам в превью что у меня получилось в итоге потому что я сначала делаю сам потом делаю на запись и то что получилось на записи я сохраняю на превью потому что при каждом рендере результат может быть совсем разный когда я первый раз делал структуру вот этого дерева у меня получилось чуть-чуть светлее потому что некоторые параметры я вбивал на глаз если кажется вам что материал довольно темный всегда можем чуть-чуть сделать его светлее залезть в цвет выставить чуть чуть более теплые оттенки поиграться ползунками и добиться что-то более подходящего ну ребят у каждого свои нужды у каждого свои потребности материал устраиваемый экспериментируйте с этой связкой надеюсь все понятно и подробно спасибо за просмотр всего хорошего спасибо за просмотр спасибо за просмотр